Товарищи музыканты, всем привет! С вами Александр, вы на канале Давай Запишем. Сегодня будем знакомиться с ещё одним изделием от компании Icon, и это у нас полноразмерные закрытые наушники HP 200. Начинаем! И чего только не производится под этим брендом. Многое попадалось в руки, что-то вызывало спокойную реакцию, что-то настораживало, а что-то даже и вполне себе ничего, да за приемлемые деньги. Деньги это сейчас вообще отдельная история, и чего скрывать, многие, прежде чем знакомиться с характеристиками товара, смотрят именно на эту величину. Ну что ж поделать, таковы у нас с вами условия жизни. И раз заговорил про деньги. Озвучиваю, сколько просят за себя эти наушники. Внимание! 4050 рублей. Радоваться или настораживаться, это мы поймем позже, после теста и замеров от нашего партнера компании Reference Audio Analyzer. А пока о том, что пишет производитель о характеристиках этого изделия. Диапазон частот 16-22 тысячи герц, сопротивление 32 ома, чувствительность 98 дБ, вес вместе с кабелем 290 граммов. Кабель, кстати, трехметровый, прямой. Переходник на 6,3 миллиметра имеется. Первое, о чем мы всегда думаем при покупке подобных изделий, это как оно нашей голове подходит. Надеваю и вроде бы даже ничего. Немного поджимают, но это может лично мне или пока не разносились. Но в любом случае по этому параметру слушать советы кого бы то ни было, это неправильно. Только личная примерка и, увы, никак иначе. Что касается остальных критериев выбора, то это качество звука и громкость. По последнему можно сказать, что достаточно и более чем. А качество... давайте поговорим об этом после тестового прослушивания. И сразу обращаю внимание и напоминаю, что реальный звук всё-таки получше процентов на 20-25, но не хочет ни в какую наш черноухий товарищ передавать картину один в один. Но общее представление, думаю, иметь можно и какие-то выводы для себя сделать. Итак, слушаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну что, друзья, давайте подведём итоги, глядя на творчество лаборатории RAA. Начинаем, как обычно, с чувствительности. Средний показатель всех этих разноцветных столбиков 118,8 дБ. Это по отношению к напряжению. Та цифра, которая была указана в описании, 98 дБ, это чувствительность к мощности. Если хотите знать, что показали замеры по этому соотношению, то это 103,3 дБ. То есть нас немного обманули, но хорошо, что не в сторону уменьшения. В итоге эти HP200 играют громче аж на 9 дБ всех измеренных на данный момент полноразмерных наушников лаборатории RAA. Ни много ни мало, на сегодня это более 1220 моделей. Дальше сопротивление. Тут всё на месте. 28,2, в описании 32 Ома, ну то есть минус кабель и всё в порядке. И традиционно последнее, это всеми нами любимая АЧХ. Ну если вы внимательно слушали тест, то комментариев тут особо и не требуется. Максимум, на что они тянут, это крепкая троечка. Звук мутноватый, низ вроде бы и есть, но он нечёткий. Верх тоже особой прозрачностью не блещет, середина какая-то сумбурная. И как будто бы всё вроде читается, но в каком-то, повторюсь, мутном виде. Никаких рекомендаций давать не хочется, потому что может кому-то именно такой вариант звучания близок в силу привычки от долгой работы на подобных по звуку наушниках. Но честно и откровенно, никакого желания не возникло иметь себе такие наушники. Да, 4 тысячи рублей, да плюс какие-то приятные бонусы и скидки от продавца, это не та цена, которая разорит, но тем не менее. А вообще нужно очень чётко понимать, для каких целей вы собираетесь приобретать подобные изделия. И тогда уже выбирать и по бюджету, и по всему остальному. Всё на этом. Работайте по возможности на хорошем оборудовании. Всем удачи и до встречи на нашем канале! Ну что сказать? Ну мягенькие и удобные, в принципе. Нормально так, не разношенные, но они нормальные. Но по звуку или привыкать надо, или не знаю, или что-то с этими чёрными ушами делать. Да просто надо в них не сводить, вот и всё. Может быть. Записывать, кстати, вполне нормально, а вот сводить, да, в чём-то другом.